Эту песню не задушишь, не убьёшь. Творческий коллектив недавно закрытой независимой газеты «Ассанди Таймс» продолжает работать всем врагам на зло. Сегодня редакция презентовала новый проект – информационный сайт накануне.кз. Клеймо журналистов «Единого с мир республика» не даёт возможности зарегистрировать компании печатные издания. Поэтому выпускать газету решили в интернете. Потребность в нелакированных властями новостях в Казахстане сохраняется. Не все нас любят, но все нас читают. И читательская аудитория, я бы не сказала, что она уменьшилась, а наоборот, мне кажется, она с каждым днём всё увеличивается. Вот сейчас газету закрыли, и по одному фейсбуку только можно сказать, что столько друзей появилось у странички в фейсбуке. Отдельное обращение у коллектива накануне.кз к вновь вернувшемуся премьер-министру Кариму Масимову. По одной из версий, именно он добивался закрытия «Ассанди Таймс». Хотя журналисты помнят, в свой первый премьерский срок он позиционировал себя как продвинутый пользователь сети интернет. И даже размещал в своём блоге мобильную версию газеты «Голос Республики». Мы хотели бы, чтобы он тоже стал нашим негласным наблюдателем. Иногда заходил на наш сайт и мог убедиться, что у нас нет нарушений и что мы работаем исключительно в рамках закона и исполняя свой профессиональный долг. Создание сайта накануне.кз для коллектива своеобразный эксперимент и проверка власти на прочность. Никто не уверен, что заклемённым журналистам дадут спокойно работать, и аккаунт газеты будет всегда доступен. Ведь в блокировке неугодных изданий властям Казахстана нет равных. Субтитры создавал DimaTorzok